Площадь у художественного музея в день города превратилась в спортивную площадку. Здесь прошел турнир по уличному баскетболу на кубок городского собрания Сочи. Право открыть соревнования и забросить в корзину первый мяч дали народным избранникам. Совет молодых депутатов при городском собрании, в их числе Роман Поломарчук, Леонора Жукова и Роман Кирюшин, придумали эти состязания три года назад. И они уже прочно вошли в календарь спортивных событий города. Мы стараемся уделять больше всего внимания молодежи и спорту. Бюджет города Сочи ориентирован именно на молодежь, на социальные программы, на спортивные программы. В турнире по стритболу с каждым годом участие принимает все больше баскетболистов. В этом году 22 команды. Их разделили на три группы. В составе воспитанники спортивных и общеобразовательных школ, трудовые коллективы и студенты. Уровень у сборных разный, но объединяет всех одно – любовь к баскетболу и в целом к спорту и здоровому образу жизни. Эти стремления активно поддерживают сочинские депутаты. Олимпиада 2014, футбол 2018. Сейчас спорт стал на пике популярности. И это очень радует. Я горжусь этим, что наши юноши, наши детишки, они очень увлечены спортом. Не просто, а очень увлечены. По итогам турнира в разных категориях победу одержали команда 8-й школы, Сочинского поликультурного колледжа и Ростелекома. Команды-победители и призеры турнира на призы городского собрания Сочи получили заветные медали и кубки. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.